Ноутбук стал привычным аксессуаром для повседневного использования в нашем мире. Как и любой механизм, он подвержен поломкам. Основная причина неисправности после падения и пролитого кофе – перегрев системы. Система охлаждения в ноутбуке состоит из радиатора и кулера. Когда на радиаторе набивается пыль, то есть горячий воздух не выходит из ноутбука, соответственно, его компоненты перегреваются. Во время перегрева выйти из строя могут любые компоненты, как процессор, южный мост, северный мост, тот же самый видеочип. Если не чистить, то в дальнейшем ноутбук просто не будет включаться. Специалисты не рекомендуют делать подобную чистку самостоятельно. Из-за большого числа мелких деталей вероятность потерять малозаметный механизм крайне велико, а это может привести к поломке устройства. Самостоятельно лучше не пытаться это делать, потому что большинство ноутбуков, которые люди пробовали чистить сами, уже потом значительно сложнее восстановить и починить, уже ремонт обойдется значительно дороже, чем просто стоило бы чисто. То есть, потому что в некоторых случаях люди ломают корпуса, в некоторых случаях закручивают болтики длиннее, чем они должны быть, то есть, соответственно, ломают плату. То есть, ну, мы бы не рекомендовали все-таки чистить ноутбук самому. Цены на чистки разных моделей ноутбуков разные. Например, Acer дешевле, так как, чтобы произвести удаление пыли и микрочастиц, нужно лишь открутить нижнюю крышку ноутбука. А вот устройство компании Hewlett Packard предстоит разобрать целиком, вытащив даже материнскую плату. На это уйдет гораздо больше времени, что, следовательно, скажется на цене. В среднем удовольствие обойдется в сумму от 80 до 150 тысяч белорусских рублей. Вот здесь зазорчик в один миллиметр, сюда собирается слой большой пыли, соответственно, через вот эти дыры не выходит пыль, и ноутбук перегревается. Чтобы ваш любимый портативный компьютер работал корректно и долго, Hi-Touch рекомендует периодически проводить чистку ноутбука и соблюдать правила эксплуатации любимого гаджета. Если ноутбуком пользоваться дома, то есть в домашних условиях, не держать его на коленях, на тех же, то есть не ставить на ковер, то ноутбук не реже, чем раз в год нужно чистить. Если все-таки пользоваться ноутбуком иногда на улице, где есть ветер, соответственно, пыль туда попадает, либо пользоваться ноутбуком в каком-то запыленном помещении, некоторые пользуются на заводах, то ноутбук как минимум раз в полгода нужно чистить. Эти простые и полезные советы помогут вашему ноутбуку работать долго и без перебоев. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова